Всем привет! Сегодня поговорим о импульсных режимах сварки. Условно их можно разделить на два вида. Это низкочастотные и высокочастотные. Низкочастотный пульс это сварка с импульсами с частотой от 1 до 3 Гц, то есть от 1 до 3 импульсов в секунду. В таком режиме очень хорошо контролируется сварочный процесс, то есть проще контролировать сварочную ванну. Очень хорошо контролируется тепловложение. Ну и плюс, как и всему, проще получить красивую ровную чешую на шве. Высокочастотные режимы это от 50 Гц выше. То есть некоторые аппараты выдают до 300 Гц, некоторых там вообще в килогерцах уже пульсы измеряются. Такие режимы очень хорошо сжимают дугу. С такими режимами проще контролировать тепловложение. Ну и применяются они в основном на тонкой нержавейке. Вот такой вот результат получился. Низкочастотный пульс и высокочастотный. На низкой частоте видна характерная чешуя, то есть точки от каждого пика. На высокой частоте эти точки практически не видны, то есть уже шов ближе к линейному режиму. Их, конечно, разглядеть можно, но их практически уже не видно. Теперь пробежимся по настройке. Тут, в принципе, ничего сложного нет. Ну, как бы на разных аппаратах настройка происходит по-разному. Названия могут быть разные, но смысл, в принципе, один и тот же. Настраивается время и сила тока на пике, время и сила тока базового тока, ну и, соответственно, частота. Сейчас покажу на примере своего аппарата, как это всё делается. Выставляем силу тока на пике. Выставляем время пика в процентном соотношении. Затем выставляется частота. И после этого выставляется в процентах от пика сила тока на базе. Режимы, в принципе, каждый сварщик подбирает сам под себя, как ему удобнее. Но парочку режимов покажу, чтобы было от чего отталкиваться. Для начала универсальный режим. Он хорошо подходит и для нержавейки, и для чернухи, и для алюминия. Честно, его не сам придумал, а подсмотрел у Джоди с канала Welding Tips and Tricks. Джоди это называет правило 33%. То есть выставляется время пика 33%. Частота пульса ставите как вам удобнее, но советую начать с 1 Гц. Это, по-моему, самая оптимальная частота для начала. И выставляется базовый ток, тоже 33% от пика. Как говорил уже, этот режим хорошо подходит для всех материалов. Остается только правильно подобрать силу тока. Сейчас покажу, как этот режим выглядит в работе. Следующий режим очень хорошо себя показывает на нержавейке. То есть выставляем время пика 10%. Частота 1 Гц, но тут тоже как бы можете под себя подобрать. И силу тока базового тоже 10%. То есть по факту получаем практически зацикленный точечный режим сварки. Как это выглядит, сейчас покажу. В результате получаем вот такой вот шов. Равномерная, красивая чешуя. Процесс при таком режиме гораздо проще контролировать. Ну и, соответственно, результат хороший получить тоже гораздо проще. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Постараюсь ответить. Ну и если видео понравилось и оказалось полезным, то ставьте палец вверх. Если не подписаны еще на мой канал, подписывайтесь. Будет много еще интересного и полезного. Спасибо за просмотр.